Я тебя шкуру сейчас забетонирую, и с тебя будет первый памятник в этом городе. Понял? В жизни с этим артистом поладить мог не каждый. Он что думал, то и говорил. И нажил себе немало врагов. Сказать, что это дерьмо. И ты тоже. И ты. Да, он это мог. Послать он мог. Есть люди, которые его ненавидели, потому что он мог быть очень злым, очень жестоким и необычайно противным. Я решил ему во время репетиции немножко подсказать текст. И, конечно, в ответ я получил оплеуху от него. Я его прожил. Виктор Падлович Падлов. Зато в голодные и холодные 90-е он мог с легкостью поделиться с партнерами немыслимыми по тем временам деликатесами. На хрустальном подносе стоит стакан чая и три бутерброда с ветчиной, с какой-то сыром, с колбасой. Я говорю, Витя, откуда? Он говорит, все есть, все есть. Только близкие знали причину бурных вспышек его гнева. Ари Ведерчи! К нему нужно было иметь особые подходы, особое отношение, особое уважение. Если он этого не чувствовал, он взрывался. И уж совсем с немногими он бывал по-настоящему откровенен. А залечивать свои душевные раны предпочитал в компании птиц. Вот он как ребенок был, понимаете? Я понимала, что это все правда, чистое сливочное масло. В народе про таких людей говорят «голубиная душа». В 1968 году режиссер Евгений Ташков приступил к съемкам шпионского детектива, адъютант его превосходительства. Это был один из первых сериалов, снятых на советском телевидении. Павлова режиссер утвердил на роль положительного красноармейца Сиротина. Но Виктор по никому не понятной причине захотел сыграть бандита под лица и убийцу Мирона Осадчева. Он прошел пробы и слет укопнул так глубоко, что даже у съемочной группы на глазах выступили слезы. Неожиданно для всех Павлов нашел в этом герое что-то человеческое. Много времени прошло, а ты реально из этой картины, ну помимо героя, ты его вспоминаешь. Причем его вспоминаю в первую очередь. Так кто же из нас моложее, а? Павло, ты молодой теперь так и останься. Теперь не состареешь. Полузверь, который идет на убийство, на что угодно, но он любит. И как это здорово выражалось Витя. Ты вот мне посоветуй, возле двери. Я собакой твоей буду. Его пришибленность там, его глаз, когда он встречается со своей любовью, это надо иметь очень много за душой. Я даже уже теперь не могу сказать, отрицательен он или не отрицательен. С этой лучшей ролью Павлова связана и его самая большая творческая обида. Группа создателей фильма была выдвинута на государственную премию. В их числе и Виктор. Он готовился, переживал, купил новый костюм. А то я сижу, жду. Уж волноваться начал. Не оказалось места, а был выставлен главный исполнитель, оператор и режиссер. Эту роль он играл блестяще. Обидно было. Закон есть закон. Хотя иногда можно было и отступить. Павлов же все это объяснил для себя по-другому. Он рвал душу, а этого никто не оценил. Не только его герой, но и он сам оказались недостойными в компании прекрасных творческих людей. Ну и пусть, отныне он специально будет выбирать отрицательные роли. Но сыграет их так, что зрители станут сопереживать именно ему. Не любил, когда его недооценивали. Это не гордыня, это понимание своей особенности, своего особого таланта и дарования. Многое в характере Павлова объясняло его уличное детство, которое пришлось на трудные послевоенные годы. Все, кто вырос уже после войны, они были все такие. Вот это кепочки, вот это чечи, приплотненность. Вся Москва была тогда. В этих ребятах драки были необыкновенные. А вот как раз там, где мы жили, патриаршие пруды, патрики, где все собирались. Там такие ого-го, такие разборки были. Из-за маленького роста и потешной внешности Витя не только становился объектом для насмешек. Его частенько колотили. Однако гордость и самолюбие всегда были в нем сильнее страха. Парнишка знал единственный способ ответить обидчику – постараться дать ему в морду. Павлов сохранил этот инстинкт на всю жизнь. Он был сложный человек, он совершенно непростой был. Курносенький, курносенький, но глаз там иногда такой был. Чуть что сразу кулак сжимает. Для тех, кто о нем думал плохо, Павлов действительно становился плохим. Уж если наговаривают, так чтоб не зря. В конце восьмого класса Виктор вообще влип в серьезную историю и проходил по делу о краже. Из школы его выгнали, и он пошел работать на завод. Там тоже нередко доказывал свою состоятельность кулаками. Он был олицетворением московской шпаны. Вот и я такой же был, в точности. И вот мы его другу посадили, меня, слава Богу, вот. Бог мил его. Однажды Павлова так отмутузили, что повредили правое ухо. С тех пор оно слегка оттопыривалось. Как ни странно, но именно из-за этого дефекта режиссер Гайдай взял его на эпизодическую роль студента Политехнического института Дуба в фильм «Операция И. Другие приключения Шурика». Павлова это за дело. И он по-своему отомстил гению комедии. Сыграл так ярко и выпукло, что зрители воспринимают его героя как главного в этой новелле. У вас сегодня какой-нибудь праздник. Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Для самого Виктора праздником стали в свое время его вступительные экзамены. В 1959 году он подал документы и в цирковое училище, и в школу-студию МХАТ, и в театральное училище имени Щепкина при Малом театре. И везде был принят. Щепкинское училище выбрал потому, что сама Вера Пашенная захотела, чтобы Виктор учился у нее. Для гранд-дамы Малого театра Павлов всегда был лучшим. Хотя он попал на поистине звездный курс. В театре ходили легенды об этом курсе, на котором учился Виктор Павлович Витя. Виктор Павлов, Виталий Соломин, Слава Барышев, Олег Даль. После окончания театрального училища Павлова и Даля пригласили в театр «Современник». Закадычные друзья играли вместе во многих спектаклях. Только Олег всегда был в главных ролях, а Виктор, что называется, на подхвате. Крепенький русопятый Павлов не мог претендовать на роли друга с аристократичной внешностью. Но смириться с этим не хотел. И откровенно заявлял и Далю, и руководству, что вполне может сыграть и красавца. Мол, дело не во внешности, а в таланте. Худрук театра Олег Ефремов только посмеивался. Павлов ушел со скандалом, хлопнув дверью. Обидчивые мы очень актеры. Так и Витка накапливалась, накапливалась. Обида на «Современник» у него так и не прошла. Она как с заноза сидела в сердце. Спустя многие годы в одном из последних интервью Виктор Павлович сказал, что там он почувствовал немного зла, холода и обмана. Зато с распростертыми объятиями его тут же принял театр Ермоловой. Казалось бы, после «Современника» не взлет карьеры. Но это был настоящий подарок судьбы. Ведь в Ермоловском театре Виктор встретил любовь всей своей жизни. Татьяна Говорова была там уже звездой. Надо сказать, что с первого взгляда новенький ей совсем не приглянулся. А вот и точно. Представляли, когда его Витя встал и пошатнулся. Побледнел, покраснел. И ухо красное торчит. Думаю, ё-моё, зачем нервных-то таких берут в театр? У него был такой смешной вид. Скоро она поняла, что нравится этому забавному парню. Только он не знает, как к ней подступиться. Татьяна пыталась ему помочь. На гастролях красовалась перед ним вызывающим бикини в сеточку. Ну, настолько хорошо, я хочу сказать, купальник на мне сидел. Ну, я же, Господи, 25 лет, 24-25 лет, тоненькая, вообще всё на месте. Ну, Павлов, подожди, я тебе покажу. Виктор словно прочитал мысли девушки и решил признаться ей в любви. Быстро-быстро-быстро говорит. Потом пауза, потом заикается. Потом даже всхлипнул немножко о том, как он меня любит. Без остановки просто. Потом говорит, мне надо выйти. Сказал и спрятался, как ребёнок, испугавшись того, что натворил. Но за свои поступки нужно отвечать. Через год Виктор и Татьяна поженились. Жила с человеком, непознаваемым до самого конца последнего дня. Всегда он разный, всегда не знал, чего ждать сегодня от него. Обожал свою супругу. Он её всё время, горлица моя, горлица. Вообще он за свою горлицу делал всё сам. И это он любил, ему это нравилось. И дома, и на гастролях в его номере. Вот они были, две половинки. В 1967 году горлица родила Виктору дочку, которую назвали Александрой. Он полностью растворился в ребёнке. И с тех пор каждый день их семейной жизни стал и праздником, и экзаменом, и приключением. Хочешь – смейся, хочешь – плачь. Но с Павловым не заскучаешь. Покоя не было. Стою ли я, жду его со спектакля у окна на кухне. Вдруг свист раздаётся на весь двор. Он начинает по птичьи щебетать, а в переводе «Танюшка, я иду». Ну и идёт, конечно, весёлый. С кем-то он же там встретился. Самая высотная мечта! Больно! Дальнейшие действия Виктора были непредсказуемыми для всех участников этой семейной мизансцены. Я его привёл к его дому. Он поднялся наверх, звонит. Танюшка не открывает. Потом стучать начинает. Когда она берёт и открывает дверь, и стоит такая, мать-героиня. В чём дело? Вопрос в глазах. И он делает ей так. Он её всю поцеловал, она засмеялась. И так он вошёл в дом. Он мне потом говорит, ну ты представляешь, говорит, она мне отомстила. Они в театре Берболовском загуляли там что-то, она приходит, а я... А он очень переживал, она и ревнивая была, очень переживала. И я открываю дверь, и сейчас думаю, разорву. А она мне так же и ответила. Если артист ренится на артистке, то здесь надо просто выносить святых. Поэтому эти взаимоотношения, они себя носят такой комический, безудержно комический характер. Непредсказуемость и парадоксальность, качество для семейной жизни может быть и не лучшее, но в кино бесценное. Режиссёры снимать Павлова обожали. Роли же отрицательных героев он продолжал выбирать сам. Играет вот уж просто законченного человека. Но вдруг ты его понимаешь, ему не чужды какие-то понятия любви, там, тепла, чего-то такого. Понимаете, вот это тоже, это мастерство, это талант. В фильме «Майор Вихрь» Павлов блестяще показал это ещё раз. Буквально в секунду, только с помощью одного взгляда, он становится абсолютно другим человеком. Как у вас? С крыси? Ничего? Коля, а я бы... Катается только нас с ней. Извини. А что ж ты ей не сказал, что у тебя отец работает в гестапо? Этот комплекс характера, который сочетал в себе несочетаемое. И этим можно было, так сказать, ну, гордиться, потому что это качество, прежде всего, очень хорошего актёра. Павлов никогда не мазал своих героев одной краской. В каждом из них плохого и хорошего было намешано столько же, сколько и в нём самом. Такого актёра нельзя было не заметить. О Викторе заговорили в театральных кругах. В 1969 году его пригласил в театр Маяковского Андрей Гончаров. Актёру польстело предложение гения режиссуры. И не остановило даже то, что мэтр был известен своим крутым нравом. Когда Гончаров репетировал, то кричал на артистов так, что было слышно на улице. Павлова он не трогал, ценил. Но идиллия в отношениях двух сложных людей долго продолжаться, конечно, не могла. Гончаров. Прицепился он к молодой актрисе, которая только что пришла, безответная вообще. А он на неё обрушился. И Витя, что вы унижаете актрису, индюк, индюк недощипанный, недощипанный. Гончарова Павлов назвал. Пошёл и написал тут же заявление. Такого себе не позволял никто. А Витя никого не боялся. Ну-ну, давай, ну. Грань, которую он мог терпеть, Гончаров перешёл, и он тут же, так сказать, среагировал. Со сцены он ему сказал всё, что он хотел сказать. Гончаров скоро остыл. Павлову от мэтра звонили многие, в том числе Татьяна Доронина, с предложением вернуться. Но Виктор на мировую не пошёл. Извиняться не перед кем. Не собираюсь. Он получил по заслугам. Я говорю, Вит, может, ты вернёшься? Он говорит, да, говорит. А ты хочешь, чтобы я в следующий раз его убил? А ведь мог, удержив, запальчивости Павлов не знал. Сам себя порой боялся. Это правда. Он всё делал в край. Он так и играл. Он так и жив, существовал. Вот этот человек был, он может вспылить. У него такой был стержневой темперамент. Однако Павлов хотел доказать, что его отличает не только бешеный темперамент. Он может сыграть всё. В том числе и мачо. И ведь сыграл. В сериале строгого режиссёра Владимира Венгерова мужская сила и манкость его героя Демьяна Штычкова ощущаются даже через экран. Кстати, Виктор сам назначил себя на роль этого человека с двойным дном. Венгерова сказал, какая, да ну что ты, Витя, ты зачем, ты такой артист, а это должен быть там красавец. Ну, такая сволочь. Сволочь Павлов и сыграл, но зато внешне предстал перед изумлёнными партнёрами красавцам. Доказав, что вздёрнутый нос оттопыренное ухо не помеха, он словно продолжал вести тот давний спор с театром «Современник», где не разглядели многогранность его актёрских возможностей. Спор, который оставил в его душе тяжёлый след. Он пошёл, сделал грим. По сути дела, сам просто настоял на этих пробах. И когда он это сделал, все поняли, что это играть должен только он. Нюш, ко мне поедем и кончим. К тебе? Мало про нас сплетен, плетут. Да не то ты говоришь. С 20 лет Виктор снимался каждый год. Иногда в двух, а то и в трёх фильмах. И всё это время он ждал главной роли. Но такая роль ему выпала только раз. В 1978 году. Главного героя в фильме «Уходя, уходи» Виктор Мережко создавал исключительно в расчёте на Павлова. Витя прочитал и сказал, ой, как это моё, это моё. Загадочность этого персонажа, что он мечтает подоить корову, а оказывается, без неё его начальник уже подоил эту корову. Я когда придумал эту вещь, Витя смеялся, говорит, слушай, класс какой. Мою корову всё время, говорит, тоже без меня доят. Поэтому это моё, это моё. Увы, блестяще сыгранная главная роль не изменила судьбу артиста. Павлов по-прежнему был вишенкой на торте, ярким артистом, способным двумя-тремя фразами украсить фильм. Ну, говори как на духу! У кого рула в пуху? Всё те же балагуры и шутники, всё те же злодеи и подонки. Как всегда, в трудные минуты спасала сцена. В какой-то момент он оказался в Малом театре, где худруком был Михаил Царёв. Зная прыткую натуру Павлова и очень боясь его потерять, Царёв делал Виктору прямо-таки царские подарки. Михаил Иванович Царёв сделал здесь звание сначала заслуженного, дал ему квартиру трёхкомнатную, великолепную. И он всё равно ушёл. Он уходил, когда считал нужным, и возвращался, когда хотел, не оправдываясь и не смущаясь. Однажды все свои поступки он объяснил жене одной фразой. Птица поёт один раз. Почему он это сказал? Я сама задачусь. Он был внутренне свободным человеком. И как только начинал чувствовать зависимость, улетал. По принуждению жить не мог. Лёгкий был на подъём. Уйти из одного театра в другой побежать. Он мог уйти с роли и со спектакля. Бывали и такие случаи. Это я, говорит, не буду. Хотя уже прогоны были и всё. Но он сказал нет. Пусть маленький эпизод, пусть роль второго плана, но в ней должна быть судьба без вины виноватого человека, попавшего в западню жизни. Вот что ему было интересно играть. Именно такую роль он выбрал для себя в фильме «Место встречи изменить нельзя». Что удивительно, сыгранный Павловым бандит Левченко появляется всего в нескольких эпизодах, а воспринимается как один из главных персонажей. А я тебя не расколол, потому что нам с тобой под одной шинелькой спать доводилось. И ты свой офицерский доп-поёк под койкой втихаря не жрал и за нашими спинами не прятался под пулями. Поэтому мы с тобой завтра вместе пойдём. Кульминационный момент картины. Высоцкий и Жеглов убивают Павлова Левченко. И парадокс. Зрители рыдают и в эту минуту ненавидят Жеглова. Высоцкий! Стой! Мало кто знает, что именно Высоцкий порекомендовал режиссёру Станиславу Говорухину взять в картину Павлова. Их пути пересекались ещё в уличном послевоенном детстве. Владимир даже учил Виктора играть на гитаре. Но ни разу. Ни авторитет Владимира Семёновича, ни дружба с ним не помешали Павлову поступить так, как он считал для себя правильным. Высоцкий меня терпеть не мог. Говорухин, друг Высоцкого, который очень хотел меня снимать, но Высоцкий хотел, чтобы снимались другие актёры. У меня было такое ощущение, что вот они в связке, а я как-то сам по себе альпинист. Другого Шарапова сегодня представить уже нельзя. А ведь Конкин тогда твёрдо решил уйти с картины. Узнав об этом, Павлов взял на себя миссию миротворца. Ведь Виктор и сам не раз в сердцах отказывался от роли, надеясь в душе, что ему не дадут уйти. Вхожу в буфет, и за столиком, ниточка Павлов, и я заплакал. Представляете, я заплакал, у меня слёзы капают в вино. Что? Что это, Володь, что такое? Что у тебя случилось? Я говорю, я ухожу из картины. Я не могу работать с этими людьми. И Витя говорит, слушай, Володь, пойдём подышим воздухом. Они вышли из гостиницы «Аркадия» и подошли к зданию партшколы. Виктор взял у Комкина сценарий и взлетел по лестнице. Он сыграл, может быть, лучшую в своей жизни комедийную роль. Витя, облокотившись совершенно фамильярно на череп Ленина, начал читать сценарий. Полминуты я уже ноги крестиком держал, потому что вы держите. Это, оказывается, комедия. Его психотерапия была столь удачна и замечательна, что, придя в номер, я разобрал свой чемодан. И на следующий день, через день, вернее, когда мы начали снимать этот пролог, что там не происходило, там довольство, недовольство, меня как отрезало. Смешной малый, ты это, Карп, правильно меркуешь. Сгодится нам этот фрирок. На этот раз с появлением Павлова на съёмочной площадке воцарился мир. Он и сам был счастлив, что пригодился группе в таком неожиданном для себя качестве. Не фальшивый человек, он был абсолютно чистый и достойный. Раз на раз, как говорится, не приходится. Ведь, как правило, именно Виктор бывал возмутителем спокойствия. Партнёры его выходок побаивались. Он мог только повести глазом, шмыгнуть носом или нахмурить брови. И это было так смешно, что тренированные артисты не выдерживали. Виктор Павлович позволял себе иногда такие импровизации, что актёрский состав спектакля уходил за кулесы, потому что он колол так, что это невозможно. Он был единственный человек, который мог меня расколоть. Больше никому это не удавалось. Но Витька это... И также, когда мы снимали фильм «Зина, Зинуля», я помню, что мы всё время хохотали. Мы несколько запороли дублей, потому что отрепетируем, всё нормально, всё. И я не могу... Вот он мне говорит реплику, камера на меня, я не могу, я начинаю колоться. Ты будешь просить у меня прощения. А теперь езжай. Долго сидеть придётся. Задница онемеет. Он мог импровизировать, как ему хотелось. Как Бог ему на душу положил, так он импровизил. Павлов знал, что способен буквально уморить партнёра хохотом. И порой был садист и беспощаден. Особенно к молодым. Валерий Гаркалин никогда не забудет свой дебют в кино в фильме «Катало», где его необстрелянного артиста угораздило нарваться на Виктора Павловича. Слово «мотор» вызывало мне комму, и я таращил глаза и не знал, что мне делать. И снималась очень сложная и трагическая сцена убийства героя Павлова. Окромавленный совершенно Виктор Павлович смотрит на меня, и я смотрю на него. Все зависит теперь только от меня. Как я сыграю этот крупный план, так сказать, трагический. И вдруг в эту секунду, зная, что его звук не записывается, Виктор Павлович говорит мне, что ты, коммуняка, со мной сделал? Как я теперь поеду в метрополитене имени Ленина? Вы знаете, не знаю, какие силы мне помогли не расколоться и не распеяться. И с тех пор я его прозвал. Виктор Павлович Павлов. Была и другая, не менее яркая сторона таланта Павлова. Он потрясающе играл комедийные роли. А что, собственно, вас привело ко мне? Очень хулиганистый. И просто заряженный постоянно на шутку и на смех. Витя везде, этот черт в глазах. Он готов ежесекундно что-то такое придумать. Виктор говорит, животик, он говорит, это комок нервов. Все, что у мужчины выше пояса, это грусть. Опять подку пьянствуете, безобразие нарушаете. Как говорится, больше двух не плю в колодец. Любую жизненную бытовую ситуацию можно было превратить в очень веселую, забавную, неожиданную, какую-то дерзкую, задиристую. Вот это, безусловно, Виктор Павлович. Он придумщик был, да. Ну, как он любил, говорит, без рубашки, ближе к телу. Любил, говорит, иди ты находишься. Понимаете, вот так. Или только не крутите мне, я этого не люблю. Вот это шутки Витины. Но честно и без денег, это только в тюрьме. Ведь безусловно из таких актеров, которые вызывали смех и слезы, а иногда все вместе. Уникальный талант актера был настолько востребован, что Павлов порой снимался в семи-восьми фильмах за год. Гонорары на ветер не бросал. Нес в семью. Именно. Семья – дело серьезное. Да. Деньги есть? Да. Есть семья? Да, конечно. Денег нет? Да. Нет семьи. Он был на любо абсолютно. Он любил одну любимую женщину Таню, и все. Это, впрочем, никогда не мешало ему приударять за другими женщинами. Наверное, он хотел доказать Татьяне, что вот даже с такой негеройской внешностью может нравиться не только ей. Не нужно вот все упирать вот в… Изменил, не изменил. За сорок лет. Причем самых лучших, которые прожиты. Оно могло быть и так, и этак. Отойди от двери. Еще больше отойди. Мы к этому еще вернемся. На рассвете пришел домой, во время съемок мастера Маргарита, глаза горят у него, как две фары. Я говорю, а где съемки-то были сегодня? В бассейне были. Голых баб, говорит, навидал. Да каких, говорит, баб. Глаз у него горит, и вообще чужой глаз у него. Ты когда по бабам перестанешь бегать? Есть такая категория мужчин, очень влюбчивый и очень винивый. Он был из этой категории. Я лично не видел приступов этой ревности. Скорее наоборот, очень нежный. Я ловила его на нежном взгляде к жене. Можно было сразу понять, кто его жена. Ну, одно только могу сказать. Любовь была, в общем, до самых последних дней. Нам ни минуты не было скучно, грустно. Мы ни секунды не сомневались в друг в друге. Хотя, конечно, были маленькие ревности. Там и рыки какие-то были. И недоразумения. Ну, это мы быстро все улаживали. Они прожили вместе 40 лет. До последнего вздоха Виктора Павловича. И, пожалуй, все эти годы в душе оставались молодоженами. Вот, вы знаете, сидишь где-то в гостях на людях. И вдруг, значит, глаза мои на Витю. И смотрю на него. Такое чувство тебя переливает. Лавина на тебя. И понимаешь, что любишь этого человека. Благодарен ты ему за все хорошее, светлое. Счастье, которое он принес. И так же и с Витей часто было. Вот гости, люди, общения, анекдоты. И вдруг все бросает, подбежит и чмокнет меня. Или приобнимет. Какой температур. Я не ожидала. Ничего не жалко. Вот за эти моменты, которые мы прожили с Витей. Вот это дороже всего. Павлов ежедневно жил в страшном напряжении. Постоянно доказывая и себе, и партнерам, что он может то, чего не могут другие. Расслаблялся только со своими четвероногими и пернатыми друзьями. Которые любили его таким, какой он был. Лопоухим, курносым, трогательным, иронимым. В доме всегда было много живности. Помню, Щегол. Мы пустили его по квартире полетать. И он пропал. Но уже ночь надвигается вообще все. А Щегол, птицы нету. И вдруг Витька стал свистеть. Да как похоже по Щеголиному. И Щегол ответил ему. За картину он залез и там застрял. Птицы его понимали лучше, чем люди. Да и он языком пернатых владел свободно. У тебя настроение, Юрочка? Хорошее? В любом спектакле он что-нибудь да свистнет. Зал просто взрывался. Уже свистом мог сказать все. Свистеть Павлов научился еще в детстве, когда поднимал в небо стаи голубей. После войны одной из забав были голуби. Это все осталось от детства. Это вот это удивительное ощущение. Голуби, которых вперед, они летят. Стая. Красиво очень было. Виктор Павлович всю жизнь мечтал увидеть, как белоснежные красавцы парят над его любимой театральной площадью. Он и место под голубятню присмотрел, на чердаке малого театра. Ради этого блудный сын и вернулся в родной театр. Окончательно и бесповоротно. Шел когда в театр, и смотрю, голуби летают, голуби. Ой, смотрите, говорит, голуби летают над малым театром. А мне хотелось сказать, это наши голуби. Это голуби малого театра. И он как-то меня и привел, показал, как он туда вошел. Его облепили голуби. Как они его целовали. И у Вити был просто счастливое детское лицо. А он и был большим ребенком. По-детски удивлялся, капризничал, обижался, ссорился и мирился. И все это по 10 раз на дню. Я решил ему во время репетиции немножко подсказать текст. И, конечно, в ответ я получил оплеуху от него. Просто ты что, сынок, мне учить будешь, как играть или текст говорить. Потом он, правда, долго ходил, что-то вздыхал, потом подошел. Прости, я не то хотел сказать. Не держи зла на меня. Однажды он меня довел до слез. Что-то не получалось у него, что-то не получалось у меня. Потом через некоторое время приходит Витя и говорит, мать, ну прости меня. Поцеловались и пошли репетировать дальше. Павлова, как ни странно, потрясало доброе к нему отношение. Словно он сам не верил, что его заслуживают. Но коллеги знали, что у этого Загиры в сущности кроткая нежная душа. Недаром на 60-летие Виктора Павловича актеры приготовили ему трогательный подарок. Младенец – это был маленький Витя. Лицо уже взрослого Вити, а тельце – значит, ребенок. Тогда Павлов впервые понял, что, может быть, напрасно столько лет держал круговую оборону. Ведь так много людей, которые его искренне любят, ценят, принимают таким, каков он есть. Его с инсультом, когда привезли в первый раз, в панике прибегают туда, меня не пускают в реанимацию. И только сестры, одна за другой, выскакивают. Говорят, ну, Павлов, ну, Павлов, ох, Павлов! Ну, слава тебе, Господи, это все, уже шалить начал. После первого инсульта Павлов поднялся и вновь стал сниматься в кино. Он был таким же востребованным, как и раньше, не потерял своей реакции и хватки. На охоту ходишь, и когда опасный зверь-барсук, который сидит в норе, и вроде он абсолютно флегматичный, абсолютно. Но в какой-то момент он делает очень резкое движение, и собака там с распоротым ухом. Вот видите, было что-то такое, очень хорошая реакция, в смысле актерская, охотничья, мужская. А вид абсолютно такой, не попрыгунчик. Один нудизм, он развращает наши грешные души. Это не эротика. Это порнография. Счастье не просто в том, что ты вошел в Катарту, в том, что можно было учиться и наблюдать за таким потрясающим мастером. Идите ко мне в ученики. Я не скрываю, то, что делал Виктор Павлович, я это слизывал и впитывал, потому что это, ну как, для меня это учитель, можно сказать, был. Молодые актеры Павлова обожали и старались ему подражать. Ближе всех подошел к своему кумиру Станислав Дужников, который снимался с Виктором Павловичем в сериале «ДМБ». Когда с утра у нас были девочки-гримеры молодые, он приходил, Леночка, он говорит, «Да, Виктор Павлович». Он так молчал, вдруг смотрел. Он говорит, «Что?» Он продолжал молчать. «Виктор Павлович, это уже последние какие-то были моменты, и он завис и не стал говорить ничего. Потом съемку свернули, и он был увезен, и я знаю, что у него был микроинсор в момент съемки». Павлов снова поднялся, даже стал выходить на сцену малого театра. Вот только с памятью теперь была беда. Она его частенько подводила. Тогда он говорил, что Бог на душу положит. Он всегда держал меня все время в напряжении. Рисунок, текст, все ты знаешь. Но вдруг он начинает импровизировать, ты забываешь про себя и смотришь только на партнера. У меня начинала болеть голова. Потому что он говорил обракадабру. Очень напористо, очень по-деловому, но я не могу включиться, я не могу отвечать ему на то, что он говорит. Вот я понимаю, он замолчал. Тогда я начинаю говорить свой текст. Слухи об экзерсисах Виктора Павловича дошли и до худрука малого театра Юрия Соломина. И вот я решил сам пойти посмотреть, потому что заменять такого артиста легче заменить спектакль. Слышу, что он немножечко от себя что-то такое говорит. Но у него нельзя было разобрать, где он, где Островский. И все было так складно. Но самое интересное, что он точно давал реплику партнеру. И я сказал, что пусть он играет так, как он играет. Мы еще вспоминать будем долго. Виктор Павлович и сам понимал, что находится не в лучшей форме. Но расстаться со сценой не мог. И был благодарен и партнерам, и зрителям за их поддержку. Я сегодня играл, конечно, непонятно в таком состоянии. Но знаю, что вы пришли сюда протянуть мне руку и сказать, Виктор Павлович, Витя, здоровья, здоровья, силы и удачи. От третьего инсульта оправиться он уже не смог. 24 августа 2006 года. Этот день его жена помнит в мельчайших подробностях. Сказала ему Витя, я сейчас туда и обратно в магазин за продуктами. Он говорит, ты уходишь? Я говорю, Витя, я быстренько. Сейчас будем завтракать. Он говорит, ну, Витя, вот. И показывает на окно. Потом повернулся и сказал, ну, ладно, иди. Я вернулась, заглянула в комнату, а он уже лежит на полу. Виктор Павлов был уникален во всем и в своем уходе тоже. Верный себе он продолжал удивлять людей. Вернулись в кладбище, в театр, поминать. И в зале стоит хохот. Это его хоронят. Это его вспоминают. То есть все хохотают. Невозможно было без улыбки вспомнить какую-нибудь его роль. Помнишь, Витя сказал так? А помнишь, Витя сделал? А помнишь, и вот-вот-вот-вот-вот-вот. И хохочем. Господи, Боже мой, за что мне это все? Но вспоминать о нем хочется. Вот я вижу его сейчас, вот говорю с вами и вижу его. И мне как-то тепло на сердце. Эх, Витька бы сюда, Павлова. Виктор Павлов верил, что души актеров переселяются в белых голубей. Прохожу, если по этой театральной площади и смотрю в небо. Вот, не появится ли там видюшка. Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры создавал DimaTorzok